Психологи особого предназначения Психологи особого предназначения лучшие специалисты психологических служб силовых ведомств страны приняли участие в Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Сила души». Конкурс был учрежден Российским психологическим обществом и обществом психологов силовых структур в 2011 году и приурочен ко Дню психолога, который отмечается 22 ноября. В этом году состязание прошло на базе военного университета Минобороны России в Москве. От имени министра обороны РФ конкурсантов и гостей мероприятия приветствовал заместитель главы оборонного ведомства начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-полковник Андрей Картополов. В своем выступлении он подчеркнул, что к числу приоритетов конкурса относится развитие взаимодействия между специалистами психологических служб различных силовых ведомств, обмен их уникальным опытом, который приобретается год от года в ходе повседневной работы и выполнения функциональных обязанностей. Лучшие специалисты представят аспекты своей профессиональной деятельности, поделятся секретами мастерства при решении сложнейших практических задач, перечислил основные задачи состязания Андрей Картополов. Подобное взаимодействие, как и обмен опытом, ведет к увеличению возможностей каждой службы, к повышению уровня профессионализма. Генерал-полковник Андрей Картополов отметил, что ежедневный труд психологов хоть и не всегда заметен, но он крайне важен, ибо направлен на поддержание психологической готовности сотрудников ведомств, обеспечение их устойчивости к негативным воздействиям, повышение профессиональной надежности. Говоря о работе психологов вооруженных сил, заместитель министра обороны России особо отметил практическое участие этих специалистов в достижении главной цели выполнения стоящих перед армией и флотом задач. По мнению заместителя министра обороны РФ, на сегодняшний день можно со всей ответственностью утверждать, что военные психологи со своим предназначением справляются. Нынешний конкурс, проводимый уже в девятый раз, по-своему символичен. Во-первых, в этом году мероприятие посвящено 75-летию полного снятия блокады Ленинграда, а кроме того, оно является прологом к предстоящему празднованию 75-летия Великой Победы. Ежедневный труд психологов хоть и не всегда заметен, но крайне важен. Другим знаменательным моментом можно считать выбор места проведения конкурса Военный университет Министерства обороны Российской Федерации. Это учебное заведение, как отметил генерал-полковник Андрей Картополов, одно из старейших и уважаемых образовательных учреждений страны, в этом году отметившие 100-летний юбилей. Кстати, с 2019 года Военный университет стал основным вузом для подготовки специалистов военно-политической работы, в том числе военных психологов. Состязание специалистов психологической службы было организовано в три этапа. Сначала конкурсанты в свободной творческой форме представили презентацию своей деятельности, после чего приступили к выполнению заданий последующих этапов, которые имели практическую направленность, что позволило оценить уровень профессионализма участников. В число конкурсантов вошли опытные специалисты, состоявшиеся в профессии и прошедшие отбор на аналогичных турнирах в своих ведомствах. В частности, в этом году за право быть признанным лучшим психологом силовых структур боролись представители Минобороны России, МВД, МЧС, ФСИН, Следственного комитета и концернер с Энергоатом. Военное ведомство представили начальник группы психологической работы 183-го учебного центра подготовки авиационных специалистов ВКС капитан Василий Костенко и психолог соединения ПВО 1-й армии ПВО Проситера Андреева. Это было действие конкурсантов взыскательной жюри под председательством главы общества психологов силовых структур, доктора психологических наук, профессора главного научного сотрудника Всероссийского НИИ МВД России, члена корреспондента Российской академии образования Александра Караяни. Кроме того, в состав судейской коллегии вошли директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России, вице-президент и председатель Общественного совета общества психологов силовых структур, кандидат психологических наук Юлия Шойгу, сопредседатель жюри, начальник управления психологической работы Психологической службы Вооруженных сил России, главного военно-политического управления ВСРФ, доктор психологических наук Валентина Барабанщикова, руководители и ведущие сотрудники подразделений кадрового и морально-психологического обеспечения МВД России, Федеральной таможенной службы, МЧС, ФСИН, концернер с Энергоатом, ученые, эксперты ведущих вузов страны Дмитрий Семенов, Красная Звезда.